Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 февраля и только что я вот говорила, что я готовлюсь к посеву самых-самых крупных салатных сортов томатов и говорила, как мы их выбираем. То есть в первую очередь идут такие-такие-такие. И сейчас сразу же вдохонку я хочу рассказать, какие правила нам нужно соблюдать, чтобы вот при таком раннем посеве, я сказала, что вот эти крупноплодные высокоруслые мы сеем обычно пораньше. Вот для теплицы сейчас я буду сеять до середины февраля, чтобы они вызрели, чтобы зелеными не снимать. Но все понимают, что посеяв рано-рано рассаду, нужен какой-то за ней определенный уход. Я сейчас для тех, кто ни разу не сеял рано в феврале, расскажу 7 основных правил. Ну там мелочи, нюансов еще больше, но вот 7 основных, которые мы должны выполнять при любых условиях. Если уж вы взялись выращивать рано, сеять в феврале, то нужно с самого первого дня, после появления вот этих наших петелек долгожданных, давать им такие условия, такой уход, чтобы рассада-то была здоровая и крепкая, а не чтобы просто вот такие вот былинки у нас качались на окне. Так, сейчас я перечислю сначала коротко 7, а потом по каждому отдельно расскажу. Во-первых, схема посева, обязательно выдерживать, расскажу какая. Потом условия температурные, обязательно вы должны им дать. Освещение, которое им нужно, вы обязательно должны дать. Потом влажность воздуха, нужно как-то все равно стараться корректировать. Потом режим полива, подкормки, ну там походу вспомню сейчас. Начнем, короче, мы со схемы посева. Вот самое первое, что мы принесли лоток, начали сеять. Конечно, у нас места мало и на подоконнике, и на стеллаже. И некоторые стараются посеять чаще все в один лоток. Если вы сеете рано, это самая первая ошибка. Не загущайте посевы, потому что чем гуще вы посеете, тем больше они будут тянуться. Потом, если температурный режим, о котором я дальше скажу, вы еще не будете выдерживать, они вытянутся вот такие, будут бледные, тонкие, возможно даже завалятся. Будет мало проветривания, будет им мало, ну вообще места. И это первая ошибка, которая ухудшает качество рассады. Чем реже вы посеете, особенно ранние, тем больше они будут расти вширь, то есть будут делаться коренастыми, а не в высоту. Коренастая рассада, это признак здоровья рассады. Вот, сеем, как я говорила, я вот первые, последующие я сею через 3 сантиметра, а первые я вообще сею через 5 сантиметров бороздка и через 2 сантиметра семечка. Ни в коем случае они не должны соприкасаться, когда они петельки вылезут и когда листья расправятся. Даже, несмотря на то, что мы будем пикировать из этого лотка скорой, часто не надо сеять. И второе, вот тут же идет следом, оно одно цепляется за другое. Если вы посеете, например, часто, и еще у вас будет тепло, вы перегреете, оно начнет обязательно вытягиваться. Вот второе, это температурный режим. Важно, не надо ее, как, нельзя ее перегревать, потому что, как сказать, в очень жаркой, в очень теплой температуре она очень быстро вытягивается. Ей хорошо, она тянется, если еще недостаток света, там уже третий фактор прицепляется к нам. Если часто посажены, если тепло, если недостаток света, вот такая рассада за неделю у вас вытянется. И еще тут нужно различать температуру воздуха, режим, и температуру грунта. Температура грунта важнее, чем температура, окрушающая воздухо. Поэтому, если вы выращиваете на окошке, например, некоторые ставят на окно, сверху вроде тепло, все хорошо, но подоконник холодный, и лоток, соприкасаясь вот с этим подоконником, грунт остывает. Остывает. Это очень плохо. Такая рассада, вот холодный, когда грунт, она может вообще замереть, и вы удивляетесь, почему не растет рассада. Всегда специалисты рекомендуют не ставить на подоконник, делать какие-то подложки. Я раньше просто ставила на книги учебники старые у детей. Программа меняется, никому их не подаришь, они никому не нужны. Я ставила на книжки. Но потом прочитала, что этого недостаточно, нужно, чтобы была еще там циркуляция воздуха теплого. Тогда я стала делать баклушки, просто брусок 5 на 5 распиливаешь вот так по 20 см, вставишь здесь и здесь и лоток. Внизу воздух, он совсем не соприкасается с подоконником. И вот важно, чтобы не только было, например, нормальные условия сверху, но и чтобы снизу грунт не остывал. Это очень важно. Ну и тут идет дальше, в следующем освещении. Томатам просто необходимо освещение. Вот у нас сейчас... А, забыла про температуру сказать. Вот у нас сегодня было минус 40. Представьте, что бы было с рассадой, если бы я ее поставила, вот которую я посеяла неделю назад, на подоконник. Я бы заморозила корни, она бы замерла, я бы ее долго ждала, когда она оживет. И вот для самых ранних посевов я использую все-таки стеллаж. Я выращиваю на стеллаже в глубине комнаты. Потому что у нас в Сибирском регионе очень холодно. Днем за 30. Холодно на окне. Это я просто забыла сказать, что если нет условия на подоконнике, потому что многие выращивают на окнах, лучше делать стеллаж. Так, теперь про освещение. Вот освещения у нас тоже мало. И некоторые хотя и пишут, что можно без подсветки вырастить рассаду хорошую, здоровую. Да. Но смотря где вы живете и смотря когда вы посеяли. Если вы живете в Сибирском регионе, там Урал, Дальний Восток, у вас не хватит солнца, чтобы получить качественную рассаду. Вырастить рассаду можно. Но второй вопрос, какая она будет? Здоровая, качественная, толстая, зеленая? Или она будет хилая, слабая, болезненная? То есть свет нужен? Нужна подсветка. Растениям вот в этом периоде нужна подсветка не менее 12 часов в день. Я включаю с 8 утра до 8 вечера. И как понять, когда подсветка уже не нужна? Ну вот как мы сейчас включаем, включаем. Потом наступают солнечные дни. И когда вы увидите, вот если у вас особенно на окне, когда вы увидите, что лампы дневного света почти не видно на фоне окна, что солнца уже столько много, ее можно будет уже не включать. Это будет март. В марте бывают такие солнечные дни, что подсветка вообще не нужна. Потом, еще про подсветку. У меня многие спрашивают, а почему у вас не фитолампы? Я вот показываю простые лампы. Помогают ли они? У меня есть и фитолампы, я их просто не достала. Они лежат где-то наверху. Первые годы, когда я вот все это начиталась, такая польза фитолампы, я бегала, искала, нашла. Никакой разницы я не вижу. Вот один стеллаж, вот фитолампа, вот простая лампа. Одинаковые результаты, я не стала больше приобретать фитолампы. У меня их всего две, они в 10 раз дороже простых. И остальные 30. У меня просто обыкновенные лампы, светильники дневного света. Подробно о них я уже рассказывала, не буду на этом останавливаться. Сейчас быстро про влажность воздуха. Еще одна проблема при выращивании рассады. Многие живут в благоустроенных квартирах. И опять же про это же окно. Кто выращивает 2-3 лоточка, тот не делает стеллаж, не покупает его, не делает, ставят на окно, и тут же батарея. И вот это очень плохо, когда вот этот вот сухой воздух идет как раз на растение. И у нас вообще в квартирах благоустроенных, ну в нашем жилище, влажность примерно 30%, а им надо больше, им надо 60-70%. И они страдают от этого. И они стараются как можно больше вот гонять, перегонять этой воды, чтобы испарение было какое-то. Но там свой процесс. Им нужно помогать. Если у вас батарея стоит прям вот, и тут рядом лоток, ну накройте какой-то картонкой батарею, чтобы она хотя бы потоки шли в другую сторону. Некоторые ставят даже лоточек с водой. Вот это влажность. Это тоже, ну это в зависимости от условий. Вот я живу в частном доме, у нас такой жары нет. Мы натопить не можем. Еще такая температура за окном. И у нас из-за этого более комфортные условия у нас нет в доме жары. Иногда даже так прохладненько. Это лучше для рассады, чем жара. И такой сухости нет у нас. Потом, режим полива. Очень важно. Очень важный режим полива. Про это всегда говорила, что не наводите сыр и сладкий. Скажу просто коротко, что лучше не долить, чем перелить. Сырость это грибковые заболевания. Сырость это всякие, начинают гнить корни. Корешки у рассады маленькие. Они не успевают переработать всю эту жидкость. Она застаивается. Вот это клёкнет земля. Воздух туда не поступает кислород. Потому что мокрый грунт, он более такой плотный. Надо, чтобы он был пористый такой. Все это уже знают. Я уже всем уши прожужжала. Не переливайте. Обычно рекомендуется раз в неделю поливать всего. Но у всех условия разные. Смотрите, по подсыханию грунта. Попробуйте вот так пальчиком. Если вы чувствуете, что он не сухой, такой еще как немножко, чуть-чуть влажноватый. Но еще день-два подождите. И лучше всего не проливать весь вот этот лоток. Я тоже весь лоток не поливаю. Я вот беру прям эту с дозатором из-под моющего средства. И чуть-чуть по рядкам поливаю. Междуряди стараюсь оставлять сухим, чтобы не было вот этой сплошной сырости. Сейчас очень легко подхватить грибковое заболевание. Потому что еще февраль, еще мартом сидеть. Дальше тут же вместе с поливами идут и подпормки. Могу сказать не переливать. И могу сказать не перекармливать. Вот например до пикировки вообще не рекомендуется ничем поливать. Никакими не подкормками, не надо томаты перекармливать. Ну так же как и перцы, они тоже этого не любят. Только в самых-самых крайних случаях. Но я никогда до пикировки вообще никогда не подкармливаю. Ничем. Только вот вода или розовая поливаю. Или фитоспорин. Ничего лишнего не надо. Понимаете, иногда они страдают больше от нашего повышенного внимания. Чем от нашего вот этого недовнимания. Не надо сильно их... Вот то же самое как с детьми. Вот некоторых пичкают, перекармливают, перекутывают все это. Получается потом очень плохой результат. Ну и к самому главному, к самому первому вернулись. Это качественный грунт. Вот сейчас, когда начинаем посев, я говорить не буду, как готовить грунт. Все это я уже показывала. Самое главное условие это качественный грунт. Он должен быть такой влажный. Он должен быть и влагоемкий, и рыхлый, и воздухопроницаемый, и плодородный. Все вместе. Если вы приготовите хороший грунт, вам не надо будет подкармливать. Я вот в прошлом году говорила, еще раз повторю. Мало того, что я никогда не подкармливаю до пикировки томатов, ну и перцев тоже, пока у них не появятся два листа. Но я вот в прошлом году показывала подкормку, чисто чтобы показать. Но я зачастую вообще никогда не подкармливаю до высадки в открытый грунт или в теплицу. Потому что лучше заранее сделать хороший питательный грунт, чтобы им хватило питания, чем потом бегать вот по этим, как сказать, по лоткам. Во-первых, это время лишнее тратим. Во-вторых, это всегда лишняя влага, которая действительно бывает иногда лишняя. Вот с подкормками совсем, мы же всю эту влажность заносим. Никогда этого не делаю. Рассада вырастает прекрасно. Если хорошие семена, хороший грунт, освещение нормальное. Если посеяли, вот режим этого, схему выдержали, все будет хорошо. И есть золотое правило, которое я в прошлом году повторяла много раз. И в этом году буду повторять в каждом ролике. Золотое правило получения здоровой, качественной рассады. Лучше не долить, чем перелить. И лучше не докормить, чем перекормить. Нам не нужно ни вот этих гнилей, ни вот этого жирования. Не надо чрезмерно, всему нужно знать меру. Потому что я вам сейчас скажу, что если вы в начале, с самого начала, вот не дадите свет, например, не дадите нормальное расстояние, и она у вас светильницы ослабнет, вы никакими подкормками потом не исправите. Невозможно ни поливами, ни подкормками. Вот вы рассаду будете поливать, подкармливать. Она никогда не догонит качественную, здоровую рассаду, никогда не даст уже такой урожай. Вот это поломанное детство, где вот у нее было все плохо, она все равно скажется. Она все равно будет и позже, и хуже, и все. Все, до свидания. Сейчас вам перечислю прям быстро-быстро все 7 этих. Значит, мы что делаем? Редко сеем. Потом температура воздуха следим, чтобы не остывала земля, и чтобы не было сильно жарко им. Даем освещение ранним посевам обязательно. Потом влажность воздуха, если около батареи, закрываем чем-нибудь. Потом готовим качественный грунт, не поливаем много и не перекармливаем. И тогда вырастет хорошая, здоровая рассада. Вот вы увидите, если выполните все это, вы потом удивитесь. Да, как же мало ей надо. До свидания.